Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Значит, погуляла я по уральскому каналу, почитала комменты. Комментов, конечно, много. Комменты разные. Кто-то поддерживает Уралочку, поздравляет её с Новым Годом, пишет, какая красота, какая умница и красавица Уралочка, какие они молодцы, какие они чудесные. Кто-то пишет, уже, кстати, не впервой, что Уралочка выглядит ужасно, что ходит постоянно в одной и той же старушечке и одежде. Кстати, хочу отметить, что сняла она этот пуховый платок, сменила его на шарфик и шапка, что ли, у неё другая. Ну, или та же самая, но, как по мне, на ней всё та же одежда, да. И этот шарфик что-то не меняет картины. И правда, ребят, не умеет она нормально одеваться, получая такие бабосы, да. Она и правда ходит как бабтя. Реально, вот как бабка. Кстати, многие там перепутали Соню. Несколько комментариев было Софью, что якобы это дочь Сафара. Так думали, потому что дочь Сафара тоже звать София или Софья. И там девочка тоже была с таким именем. Но это дочь, да, друзей, которые прославились вместе с Уралкой в прошлый Новый год. И сейчас опять у них были на Новый год. Но решили не выставлять видео на показ, как они праздновали. И поэтому нам неизвестно, чем они занимались в новогоднюю ночь. Но то, что они приехали к ним из другого города, из Екатеринбурга, и приехали они раньше Нового года. Об этом говорит именно этот видеоролик, в котором Уралочку поздравляли с наступающим. И задержались у них так надолго. Но я что-то сомневаюсь, что они все там спали в этой квартире, да, в Уралкиной. Может быть, в маминой спали, может, они уже и расширились. Кто знает, кто знает. Ну, значит, прочитала я неплохой комментарий. Ничего абсолютно плохого в этом комментарии я не увидела. Но налетели хомяки. И вот, ребят, такие люди, как хомяки, которые отвечали именно на этот коммент, я сейчас его зачитаю, не доведут Уралку до добра. Потому что они считают, видимо, что Уралка выглядит нормально, проблем с весом нет, ест она нормальную еду. И вот все такого плана. В общем, женщина написала, да закидайте меня их поклонники трусами. Оля, займись собой. Не можешь обратиться к специалисту? Так на YouTube можно найти комплекс и не лениться. Ты же дома сидишь, встали за километр, шли, шли, шли. Тебе всего 52. Ну, ей, по-моему, 53 уже. Мне 59. Три километра до метро за 30 минут легко. У тебя же все проблемы от лишнего веса. А избавиться от него должно быть только твое желание. Удачи! 38 лайков под этим комментарием за 11 часов. Скажите, что плохого здесь написано? Я не вижу абсолютно ничего плохого. Реально написала женщина, что у Ралочки тяжело идти, машина стояла далеко, да ей везде тяжело ходить. Что плохого она написала, что ей нужно похудеть? Ну, ничего ведь нет плохого в этом комментарии. Но, как и ожидала, видимо, женщина, которая написала, что закидайте трусами, да, потому что резко начали хомяки защищать. Молодец! Возьми из полки пирожок! На что ответ? Я не ем пирожки, так что пирожками можете не закармливать. Ну, обидеть захотели Олю. Что вам полегчало? В чем обида? Совет! Наоборот, пожелание здоровья. Похудеть, чтобы проблем со здоровьем не было. Что плохого? Я не знаю, я офигею с этих хомяков. Это просто какой-то ужас. Она отвечает. Ни в коем случае. Сказала то, что увидела. Молодая женщина еле ходит. Разве это обидно? Я никак не обозвала, не оскорбила. Ответ. Сами поняли, что сказали. Естественно, понятно. И мне даже, да я думаю, любому понятно. Оскорбительного. Но ничего нет. Она отвечает. Да, я русская. Хорошо понимаю русский язык. А что-то в моем тексте непонятно. Для понимающих Оли нужно худеть. Дальше. Какое тебе дело? Представляете? Вот, ребят, где ты дождешься добра от таких вот хомяков, которые не здоровья желают? Они и желают дальше, уралки, жрать, жрать, жрать. Сидеть дома, да, на пятой точке. Никуда не ходить, не двигаться, а зажирать еще больше свое здоровье, чтобы вообще она не могла двигаться. Вот разве это нормальные люди, которые ее поддерживают? Вот я не вижу нормальности в таких вот хомяках и такой поддержки. Видало, слушайте, я такую поддержку. Ну, а дальше, ребят, я у себя случайным образом прочитала комментарии. Ой, ребят, я, если честно, насмеялась от души с этого коммента. Какая-то доброта под ником доброта написала мне под видосом, где я делала обзор. Шок они подрались. Ольга Уралочка лайф. И сама доброта, да, мне настрочила. Сама, наверное, битая мужиками, если они имеются. Но очень сомневаюсь. Может, поэтому только не битая некому бить. Шок чему, ребят? Битая мужиками. А где я битая? Где я кому? Ну, жаловалась и показывала, что меня бьют. Дальше, ребят, битая мужиками. Я чё, в гареме каком-то живу? Чё, у меня мужиков 10 штук, чтобы меня били? В принципе, я себя показывала. Никаких синяков на мне не имеется. И показывала не раз. И причём мужики. У нас, в принципе, в Беларуси можно иметь только одного мужа. Причём тут мужики? Какие мужики? Кого она имела в виду? Видимо, сама доброта меняет мужиков, как перчатки. Видимо, по храпам получает каждый день. И решила сразу одним махом мне это списать. Бедная ты, несчастная. Только ты не доброта, а язвота. Видимо, получаешь нехило. Ты по морде ежедневно. Раз ты знаешь о том, что по морде бьют, значит, получаешь. Я вот ни разу в жизни не получала и даже не знаю, как это получать по морде. Для моего мужа низко поднимать жена-женщину руку. Для него это недопустимо. А про мужиков, ну, наверное, у тебя, наверное, сама доброта каждый день бухает с новым мужиком, получает от него по храпам, раз у неё вот такие вот выводы напрашиваются. Ну, а не битая, причём тут не битая, некому бить. Трындец, ребят, трындец. Я даже не удаляла этот коммент, хотела заблокировать, удалить, но решила оставить. Короче, видеоролик у меня называется «Шок». Они подрались, Ольга Уралочка лайф. Да, сама доброта пишет. Сама доброта, да. Видимо, с битой ежедневно разными мужиками мордой. Доброта, покажись. Мне прям хочется посмотреть, какая ты там битая или не битая. Ну, ещё я у Ралочки прочитала комментарий про друзей. И написала Людмила Лукьянова, не надо показывать тех друзей, из-за которых пострадали. Вам, Ольга, что всё равно деньги слаще? Вот это они вас имеют. Позор. Вы знаете, мне уж кажется, что Уралочка там как рабыня, да, потому что заправляет всем сафарик. Это его друг, это его семья, и у Ралочки приходится плясать под дудку сафарика. И тут уж никуда не денешься. Ну, а деньги и правда слаще для них. Плевали они на комментарии, плевали они на зрителей, плевали на всё. Им только интересны деньги и просмотры. И больше абсолютно ничего. Они и тогда больше беспокоились за своё детище, за канал, нежели о том, что они там натворили. К сожалению, никакого у них не было. Но ещё прочитала вообще, ребят, бестолковый коммент. Сафар, соли и заботливые родители для обдугани и для девочек-малышек. Классно проведи время с гостями. Проводите, будете неделю отходить. Что к чему? Какие заботливые родители для обдугани и для девочек-малышек? Вообще-то это чужие дети, чужие дочки. Какая-то Танюшечка, да, Цойнева или Цойнёва совершенно не в ту степь ляпнула. Что-то её понесло совсем не туда. Ну, вот такие уральские хомяки. Что здесь скажешь? В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok